Жизнь человека обогащает культура, развивает и облагораживает личность. Об открытии культурного фонда, новогодних театрализованных представлениях и о человеке-легенде расскажет программа «Культурная виза». Здравствуйте! Одним из самых значимых событий этой недели стала презентация культурного фонда Марихира Ивата. Фонд будет заниматься многопрофильной деятельностью по развитию искусства. Делегация гостей из Москвы, Монголии, Японии приехала лично поздравить Марихира Ивата. О том, как это было, узнаем далее. Культурный фонд Марихира Ивата создан в июне этого года. Цель – содействие перспективным инноваторским начинаниям, а также поддержка хореографического образования. Огромное событие, я думаю, не только событие для моего мужа, а событие для театра, событие для города, событие для республики. И Марихира говорит, что он бы хотел, чтобы деятельность фонда намного шире была, чем в пределах республики, распространялась вообще на какие-то даже дальние уголочки мира. Поэтому я думаю, что вот этот фонд, он будет поддерживать не только развитие культуры, развитие хореографического образования, он будет связывать людей разных национальностей, разных народностей и помогать им, не зная языка друг друга, как-то вместе находить общий язык и общаться с помощью искусства. В рамках презентации культурно-творческого проекта в Театре оперы и балета была открыта выставка. Здесь несколько образцов клинков японских мечей, эпохи мурамати, а также эксклюзивные японские кимоно. Одежда, которую японцы традиционно носят, хотя они ходят все в Токио в костюмах, здесь представлены. Это передача культурной традиции, которая в Японии происходит во всех аспектах жизни. То есть Япония не потеряла ни в чем свою аутентичность, потому что во многом, если вы знаете, японцы, согласно последним исследованиям ДНК, очень схожи, в первую очередь, очень схожи с народами, которые проживают вокруг Алтайских и Саянских гор, потому что их практически генетическое сходство, в первую очередь, с такими народами, как казахи, якуты, монголы. На выставке также была представлена экспозиция, рассказывающая о тесной связи буддистов Японии и России. Есть у нас связь между Бурятией и Японией именно через Сандалову Будды, то есть через прижизненную статую Будды Шакьямуни. Дело в том, что копии Сандалову Будды находятся в Киото, в одном из буддийских храмов, и там находятся более тысячи лет. И здесь вот такая уникальная, удивительная связь, по которой очень много работает наш друг Марихир Ивата. По словам Минжимы Васильевой, сейчас готовится большой проект – балетный спектакль у Хамбала Мея Тагилови. Либереты написал профессор института Александр Хачатуров, а реализовывать его будет, конечно, сам Марихира. Изюминкой вечера стал показательный номер от мастера боевых искусств России, обладателя седьмого дана Дмитрия Иванова, который продемонстрировал виртуозное владение мечом. Блестяще выступила певица из Японии Сама Тахитоми. Также были показаны архивные кадры лучших балетных постановок – «Красавица Ангара», «Лебединое озеро», «Жизели» и другие. Такие концерты станут постоянными, расширяя зрительскую аудиторию спектаклей. Золотая медаль от Союза художников России была вручена Светлане Ренчиновой. На открытии ее персональной выставки. Вот уже на протяжении 45 лет творчество Ренчиновой полностью посвящено созданию бурятскому художественному текстилю, не существовавшего до нее в художественно-эстетической форме. О человеке-легенде, уникальном стиле работы. Далее. Главная заслуга Светланы Ренчиновой – внедрение в область художественного творчества нового, не существовавшего прежде, волосяного гобелена. Ей создан собственный запатентованный стиль работы, продиктованный жестким материалом – конским волосом. Гобелент, который я привезла из пустов гобелена в Бурятию в 1966 году, здесь уже понятия не имели даже художники, что такое гобелент. Гобелент очень продолжительный по технологии. Если ты сделаешь, как говорится, не художественный эскиз, то и работа будет похожа на половик. В подобном стиле и в общем контексте современного бурятского искусства также работают Бэрма Адамбиева, Татьяна Дашиева и Алла Цибикова. Каждый автор создает неповторимые образы. В работах Светланы Ренчиновой проявляется ее забота и стремление к обогащению культуры своего народа. В ее работах просвещивался образ республики, в ходе творческой деятельности ее видно по этому работе. Большой и очень труд. Этот труд – тот, который связан с лошадьми, конский волос. Это ее патент. Она его разработала, этот патент. Она его как в жизнь вытворила. На выставке представлены гобелены, батик и панно, созданные автором в разные периоды творчества. Это «Моя буряти», «Берегите землю», «Портрет шаманки» и особенная работа. Полотно «Байкал». Гобелен Байкал – знаменитый искусствовед, доктор искусствоведческих наук, москвич Воронов. Вот мой Байкал в докладе писал, на обсуждениях выставок, что этот гобелен был украшением выставок всех. И к тому же он может быть выставкой одной работы. Созданные ренчиновые художественные гобелены являются украшением коллекции многих музеев. Так, для бурятского театра драмы создано полотно, выполненное все из того же конского волоса. Работа автора участвовали на многих международных, всесоюзных и межрегиональных выставках. Экспозиция представлена в художественном музее имени Санпилова и продлится до 11 января. Наталья Китаева, Вячеслав Батоев. Первая альтернативная. О приключениях Гведона расскажут буквы. Русский драматический театр готовит новогоднюю сказку, используя большое смешение жанров. Десять персонажей по-новому раскроют содержание произведения. Тени, интерактивные игры, клоунада и живой сюрприз. Подробности далее в сюжете. Репертуар театра на протяжении всей истории его существования всегда был богат на сказки для детей. Но сказка о царе Салтане – это именно тот спектакль, который с удовольствием могут смотреть как малыши, так и их родители. Молодой режиссер из Рыбинска Александр Загораев определяет жанр своей постановки как интерактивная сказка, близкая гротеску и клоунаде. Вообще здесь очень большое смешение и синтез жанров. Потому как в данной истории есть элементы клоунады, есть элементы литературного театра, ну и также интерактив. Вот одна из особенностей данной истории – это интерактивное участие детей, поэтому мы его решили назвать интерактивной сказкой. Потому как дети тоже будут периодически привлекаться для создания и сочинения этой истории прямо на глазах у детей. В постановке задействованы два состава актеров, по 10 человек в каждом. Играет преимущественно вся молодежь театра. Все образы – это некие анимационные герои, буковки, которые представляют собой и Гведона, и Черномора, и все герои этой сказки. То есть в книжке большой появляются эти герои, буковки, которые складывают имя Александра Сергеевича Пушкина, А.С. Пушкин, и дальше развиваются события сказки. Сложность в том, что каждый из нас играет разные образы. То есть мы здесь и буквы, которые выходят из книги, и персонажи. И вот сложность вот этого переключения моментального из персонажа в букву, из буквы в персонаж – это сложно, но в то же время очень интересно. Книга – главная декорация спектакля и ее ключевой образ. Именно из нее появляются персонажи постепенно. Начиная с пустого пространства сцены, действие оживает. Таков режиссерский замысел. Анетта Овчинникова комментирует работу с новым режиссером. У него свое видение сказки, очень такое интересное и отличающееся от других наших постановок. Он берет во внимание зрителя, потому что у нас дети, они тоже участники этого спектакля. И это очень интересно. Мне кажется, и детям будет, и нам. Все это позволит воссоздать на театральной сцене настоящий сказочный мир и погрузить ребенка в атмосферу волшебства. Спектакль пройдет на сцене Русского драматического театра с 19 декабря по 11 января. Еще один новогодний подарок. Театр «Куколь Ульгер» и режиссер Ольга Шуст готовят постановку по мотивам сказки Аксакова «Аленький цветочек». В спектакле можно будет увидеть традиционных кукол. Также в постановке будут использованы элементы черного кабинета, когда кукла сама стоит на сцене и двигается будто бы самостоятельно, а актера, управляющего ей, не видно. О новогодней премьере для самых маленьких зрителей расскажем подробнее далее. «Аленький цветочек» Аленькому цветочку уже 155 лет, но эта сказка до сих пор остается одной из самых популярных, ведь она учит добру, которая всегда сильнее ненависти. Поэтому сюжета было снято несколько мультфильмов, но «Аленький цветочек» в исполнении кукол – это история, которая еще раз доказывает, что тема бескорыстной любви актуальна всегда. «Приснился мне во сне, батюшка, цветочек аленький, красоты невиданной, привези мне его, батюшка!» Для подростковой юношеской аудитории артисты театра приготовили выездное кукольное шоу-представление «Паперт-пати». Зрители ждут оригинальные эстрадные номера, завораживающая музыка и экскрометные танцы. «Это будут очень интересные эстрадные номера в куклах. Мы очень рады всем нашим зрителям и приглашаем на наши новогодние представления». Спектакль будет проходить на сцене театра «Куколь Ульгер» с 20 декабря по 8 января. Таков анонс праздничных мероприятий нашего города. Я желаю вам приятных выходных и хорошего отдыха. С вами была Наталья Китаева на Первом Альтернативном. До свидания. Имидж ведущий салон «Красоты. Секрет». Улица Жуковского, 7. Телефон 575-575.